Шалом! Сегодня у нас последняя программа по теме избрания, и я хотел бы подвести итоги. Что же мы с вами узнали, какова нам польза от этих знаний, что и зачем нам с вами нужно знать об избрании, а что знать не нужно и не полезно. В Евангелии Туана Ишуа говорит своим ученикам, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Если сам Господь сказал им о том, что они избраны, что Он избрал их, ну, очевидно, им было важно это знать. Тот же самый вывод напрашивается, конечно, и при чтении апостольских посланий, поскольку и апостолы тоже говорят об избрании не только в каких-то абстрактных терминах, каких-то отвлеченных, богословских, но также имея в виду вполне конкретных людей. Например, первое послание Петра открывается обращением к его адресатам такими словами. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Автор понимает, что он пишет Божьим избранникам, и их избрание непосредственно связано с верой в Ишуа. И во второй главе он называет их род избранный и царственное священство, то есть в точности так же, как Тора называет народ Израиля. И он пишет им об этом, не просто держит это где-то внутри себя, но пишет им, называет их вот так вот, чтобы они знали, кто они такие. Иоанн свое второе послание адресует избранной госпоже, что может означать как отдельную особу женского пола, так и, в принципе, целую общину. И Павел тоже неоднократно в своих посланиях называют верующих, к которым он обращается, избранными. Очень характерный пример находим в его первом послании общине города Фессалоники. Мы знаем, братья, Бог любит вас, Он избрал вас, потому что радостная весть, которую мы принесли, явилась вам не только в словах, но и как сила, как святой дух, как глубокая убежденность в ее истине. Мы знаем это так же хорошо, как вы знаете нас, какими мы были, когда ради вашего блага находились у вас. Итак, Новый Завет внушает нам, что верующие в Ишуа могут и должны знать о своей избранности Богом. Конечно, это не должно нас удивлять, если мы читаем Танах, потому что в Танахе Господь Бог снова и снова заверяет Израиль в том, что Он избрал этот народ себе. Зачем же тогда нам нужно знать о своей избранности? Что это знание нам дает? Начну с того, что оно не дает нам. Оно не дает нам, или не должно ни в коем случае нам давать, ощущение собственного превосходства над остальными людьми, потому что мы понимаем, что это избрание по благодати, а не по нашим собственным заслугам. Как и еврейские працы Авраам, Исаак и Яков, от которых произошел народ Израиля, мы избраны Богом совершенно незаслуженным. То есть не потому, что мы из другого теста, мы сделаны из того же самого грешного теста, что и все люди, и не за то, что мы чем-то отличились, так сказать, перед Богом, заработали себе у Него какие-то очки. Ведь заработать очки у Него невозможно. И, кстати, почему? Это не просто мантра, нужно понимать, почему дело обстоит именно так. А обстоит именно так вот почему. Если вы что-то сделали хорошо, то получилось это хорошо лишь по одной простой причине. Вам помог Бог. И поэтому очки идут не вам, а Ему. Если вы додумались до чего-то, то это потому, что Он дал вам ум. Если у вас руки тем концом вставлены, то потому, что Он их так вставил. Если язык подвешен, то потому, что Он подвесил его именно так, как он у вас висит. И так далее. Как говорит в одном месте автор Писания, кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. То есть, кто может Бога сделать своим должником. Это все равно, что вы дадите ребенку денег и намекнете еще ему, что купить вам в подарок. А потом, когда он это купит, изобразите огромное удивление и скажете, какой ты молодец, и денег раздобыл, и угадал в десятку, что я хотел. Ну вот, сознание собственной избранности также не должно или не может нам внушить ложную уверенность в нашей неуязвимости для врага. Как мы говорили в предыдущей программе, подзаголовок, который был «Цыплят по осне считают», Ишуа предупреждал о лжепророках и лжемессиях, которые постараются обмануть как можно больше людей, в том числе и избранных. То есть, избранные не застрахованы от ошибок, падений и поражений. Бог хранит нас, безусловно, но ожидает от нас активного сотрудничества с Ним, а не почивания на лаврах избранности. И в послании к филиппийцам Павел призывает верующих совершать свое спасение со страхом и трепетом, поскольку сам Бог действует в них. Избранным из избранных, если так можно выразиться, был, конечно же, сам Ишуа. И его искушения были, во-первых, совершенно реальными, а во-вторых, самыми сильными. Именно поэтому и победа его в них была тоже совершенно реальной и такой великой. Такими словами, несмотря на его избранность, у него были совершенно реальные шансы провалиться на всех экзаменах, которые он успешно сдал за свою земную жизнь. Именно поэтому он и может сегодня помогать в искушениях нам, ведь он прошел их так же по-настоящему, как проходим свои искушения мы. Итак, правильное понимание избранности не раздувает мое эго и не внушает ложного успокоения. Однако оно дает мне настоящий мир в сердце и укрепляет веру. Каким же образом? Очень просто. Предположим, что идея стать учеником Ишуа принадлежала исключительно мне самому. Но рано или поздно в моей жизни настанет момент, когда цена ученичества, цена подражания ему покажется мне слишком высокой. Мне придет в голову мысль о том, что дальше я идти не смогу. Потому что становится слишком тяжело. Ведь жизнь верующего человека не застрахована от трудностей и страданий. Скорее наоборот, некоторые страдания гарантированы нам. И что же тогда? Если инициатива ученичества была моя, то есть если это я выбрал его прежде всего, то мы вправе ожидать, что в такой трудный момент он скажет мне, ну что, дальше ты вроде бы дорогу не осилишь. Но я и не обещал тебе, что ты сможешь дойти до конца. Ведь сама эта идея стать моим учеником была изначально целиком и полностью твоя собственная. И пора признать очевидное, ты не рассчитал свои силы, парень. Ты ошибся. Я, будучи всевидящим и всезнающим, видел этот просчет с самого начала. Но, будучи джентльменом, не хотел тебя останавливать. Впрочем, ты молодец, что хотя бы попробовал. Многие пробовать не пытаются. Вот он вполне был бы вправе произнести такую речь. И тогда претензий у меня к нему при таком раскладе с избранием никаких быть не может. Он будет совершенно прав. Однако, если первый и основной выбор его, а мой выбор это лишь отклик на его призыв последовать за ним, то ситуация совершенно иная. Когда мне станет трудно, или даже чисто по-человечески невозможно следовать за ним, я скажу ему, послушай, ты видишь, что происходит. Дальше я сам идти не могу. Но это не остановит меня. Ведь изначально это не я напросился к тебе в ученики, а ты сам выбрал меня. Это ты позвал меня идти за тобой. И я верю, что ты-то в точности знал, что делал, призывая меня. Ты заранее знал все мои слабые и сильные стороны. Ты знал, где я споткнулся, где мои собственные силы кончатся. Ведь ты мой создатель, поэтому знаешь меня гораздо лучше, чем я знаю сам себя. И сейчас я полагаюсь на тебя, на выбор, сделанный тобой, знающим все наперед. Я подтверждаю свой выбор, идти за тобой, не потому что я уверен в своих собственных силах, а потому что уверен в правильности твоего выбора и в том, что ты поможешь мне. Поэтому я надеюсь и верю в то, что осилю путь. Но вся слава за это будет уже не мне, а тебе. Его суверенный выбор – это единственное основание, на котором мы сможем устоять в вере. Вот почему мы можем и должны знать о том, что Он избрал нас. Откуда мы можем это узнать? На чем может основываться наша уверенность в собственной избранности? Давайте еще раз прочитаем уже упоминавшийся сегодня стих из первого послания Шауля «Общине города Фессалоники». Мы знаем, братья, Бог любит вас. Он избрал вас, потому что радостная весть, которую мы принесли, явилась вам не только в словах, но и как сила, как святой дух, как глубокая убежденность в ее истине. Один человек услышал радостную весть Иешуа, и она в одно ухо вошла, а через другое вышла. Для него она означала только слова. А другой услышал и не только согласился с ней разумом, но пришел, как здесь сказано, к глубокой убежденности в ее истине. Поэтому вместе с этими словами в его жизнь пришел и святой дух, и сила Божья. Он родился свыше, и жизнь этого человека начала меняться. Слово было не просто посеяно в его сердце, но дало всходы. Вот откуда известно, что он избран. Теперь еще один вопрос. Кому это известно в первую очередь? Апостолы услышали о своей избранности из уст Иешуа, верующий в Фессалониках от Павла, который сначала проповедовал им, а затем поддерживал с ними отношения и писал им послание. Они пришли к выводу о собственной избранности не путем самоисследования, в ходе которого они тщательно проверяли свои духовные переживания и плоды, и в результате удостоверились в том, что у них все в порядке. То есть это не был некий духовный самоанализ. Это были взаимоотношения. Эта уверенность в собственной избранности пришла в формате развития взаимоотношений с теми, кого Бог уполномочил на служение им. И в этом они хороший пример для нас. Мы можем и должны знать о собственной избранности. И, конечно, Святой Дух может и будет говорить с нами о ней лично, к нашим сердцам, каждому по отдельности. Однако, не менее, а может быть и более важно услышать слово Господа из уст человека, которого Бог поставил на служение нам с вами. Это первое. Второе. Мы должны хорошо понимать, для чего мы избраны. Я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Наше предназначение быть похожими на него. Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Третье. Нам нужно знать, что Бог верен нам. И здесь пример Израиля исключительно важен для нас с вами. А Израилю Господь говорит следующее. «Ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, «Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя». Бог не отвергнет своего избранника, говорит Исаия. Мы несовершенны и не всегда верны, но наша неверность не может повлиять на верность Бога». Ну и последнее. А что насчет других? Тех, которые не верят в Ишуа, или верили, но перестали. Они избраны? Или же они как Измаил, как Исаф и как фараон, о которых мы подробно говорили в предыдущих программах? Кого Бог милует, а кого ожесточает? Кто еще Божий избранник, а кто в число таковых не входит? Вопрос очень интересный, правда? Но я не думаю, что это нашего ума дело. Я не верю в двойное предопределение, в то, что все человечество делится на предопределенных ко спасению и предопределенных Богом ко гневу. Мы знаем, что спасутся не все. Но мы также знаем, что Бог хочет спасти всех, и что нам велено молиться за всех людей. Бог возлюбил не горстку избранных, а мир, потому что Бог есть любовь. Он может обратиться к себе в сердце человека в самые последние секунды его земного пути, не доложив об этом ни одной живой душе. И по этой причине я считаю, что наше дело не ломать голову над тем, кто избран и кто не избран, а молиться за спасение всех людей и самим идти за Ишуа. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-media.tv Редактор субтитров А.Семкин